В Бахчисарайском парке миниатюр снова пополнение. На свет появился теленок тибетского яка. В социальных сетях сотрудники парка выложили видео про малыша, рассказав, что его отец обладатель шерсти с редким белым окрасом, а мама темный. В итоге теленок получил серебристую шерстку. Хотя родители спокойного нрава своего ребенка тщательно оберегают, а такое всех, кто пытается к нему приблизиться. Малыш уже в своем доме полностью освоился. По словам работников парка, маленький як уже подружился с теленком зибовидной коровы и барашком по прозвищу Шон, которые живут там же. Эту троицу сотрудники в шутку называют бандой и с умилением наблюдают, как они играют друг с другом в догонялки, изучая территорию и своих соседей. А тем временем новые маленькие обитатели появились в эти дни и в другом вольере Бахчисарайского парка миниатюр. Пополнение случилось в поросячьей команде. У вьетнамской свиньи родилось 9 детенышей. Вы знаете, мой любимый, свиньям очень мне нравятся эти животные, потому что они тоже очень ручные и тоже контактные очень. Но по современному законодательству на каждую свинью на 300 квадратных метров. И теперь на 9 свиней надо нам 2700 квадратных метров территорий. Будем расширять наш зоопарк, пока не знаю куда, но обязательно это случится. Товарищ свинь, как дела? Настоящим сюрпризом для сотрудников парка стал окрас маленьких свинюшек. Трое из девяти детенышей оказались покрыты темными пятнышками. По азиатским поверьям, свинки с такой шерсткой приносят удачу. Это вьетнамские пороселка. Они славятся тем, что очень черненькие. И я не знаю, что за генетический сбой произошел, что они стали пекистыми. Но самая большая радость, что их сразу 9 штук родилось у нас. Они возражают против съемок, поэтому буду их отдавать назад нам. Смотрите, какая дружная свинья. Сразу 9 штук. Я и раньше счастливый был, а теперь в два раза счастливее стану. Свинья никогда не возражает против перекуса. В парке уверяют, что такая плодовитость животных говорит о том, что им комфортно и спокойно в их общем доме. Семью пока что специально отделили от остальных животных, чтобы малышам случайно не навредили другие взрослые собратья. Но уже совсем скоро их можно будет увидеть в общем вольере. Субтитры создавал DimaTorzok